всем доброго времени суток всем привет сегодня приготовим новогодние голубцы для этого нам понадобится квашеная капуста у меня пилюстка можно взять обычную капусту квашеную целиком например у меня есть на канале как ее готовить это пилюстка у меня есть вот такая вот будем разбирать вот так вот на кусочки на листочки и заворачивать вот сюда вот будем уже наши голубцы владелца фарш таким образом трехугольничками будем заворачивать наши голубчики укладывать в кастрюльку вот так вот и так нам понадобится для этого фарш нет свинина пол килограмма и пол килограмма говяжьего фарша нет ровно килограмм рис нам понадобится 150 грамм это полстакана стакан 300 граммовый то по весу 150 грамм риса я его промываю просто рис мы подготовили промыли его под холодной водой если вы берете куриный фарш то конечно же тогда рис надо слегка прям минуточку отварить но я готовлю из говяжьего фарша и поэтому они у меня будут готовиться около часа и поэтому рис мы не отвариваем а кладем просто сырой также понадобится 1 морковочка грамм 50 достаточно 50-60 грамм один лучок грамм 102-130 фарш чтобы нарезать 2-3 зубчика чесночка для подливы я возьму лечу это лечу я сама крутила тут у меня литровая баночка очень много это лечь у меня угостили моя люся дорогая очень вкусная лечу я положу где-то с пол-литра лечу домашнего или берите обычный томат домашний но с лечу будет вкуснее 2 столовые ложечки томатной пасты нам понадобится фарша почему эти голубцы называются новогодние так мы берем все из заготовок на зиму лечу капусточка также возьмем замороженный перчик и немного зелени замороженной лучок нарежем мелко морковку тоже чесночок натрем на мелкой терочке я просто все нарежу мелко и так весь лучок нарежем и отправляем все фарш тоже нарезаем мелко все морковочку все морковку отправляем тоже фарш немного перца 50 грамм этого достаточно измельчим вот таким образом прям замороженный измельчаем замороживать перчик на канале у меня есть ссылочку оставлю как готовить лечу на канале есть все оставлю под видео в описании отправляем перчик тоже фарш натираем чесночок отправляем сюда вис закладываем ну и нам останется добавить наши специи томатную пасту томатную пасту я возьму две ложечки то вот так вот раз и два по весу это я положила 100 грамм это я уверена в своей ложке и как какой горку брать из специй я положу соль перец черный молотый обязательно а вот зира это по вкусу и по желанию я положу ее буквально вот так вот одну щепотку больше не нужно класть раздавливаем руками аромат пошел этого достаточно я положу полторы чайной ложки соль так как у нас тут килограмм фаршу черного молотого перчика я положу пол чайной ложечки муж кому-то это много для нас нормально чайную ложечку паприки вот и все вымешиваем наш фарш я вымешиваю руками вы можете одеть перчатки уважаемые знатоки и наш фарш будет готов если фарш не очень жирный то конечно же кусочек сала переключите у меня фарш средненький поэтому я не буду ничего больше добавлять вот такой фарш у нас получился подготовим наши листочки как мы подготовим так вот эту серединку вырежем остальные например можно завернуть ну где-то вот так вот и отрезаем вот это вот пойдет серединка вынимаем тут совсем маленькая верно нужно нам просто под отрезаем все сидим на новогодний стол нужно подать и так я подготовила кило в стол капусты но там посмотрим больше или меньше сколько уйдет берем кастрюльку или казанок и выкладываем немного лечу на дно вот так вот я разложу сразу листочки немножко фарша 50 грамм я взяла кладем вот так котлетку и теперь закручиваем или заворачиваем вот таким вот движением подвернули тут подбили края и чтобы вам было понятненько поправляете сразу трехугольничек такой делаете котлетку трехугольную вот так вот и у вас все идет как по маслу вот так вот раз ну и край уже можно завернуть уже или во внутрь или просто прикрываем вот так вот только вы кладем в кастрюльку вниз швом чтобы ничего у нас не размоталась вот так и так лепим все наши голубцы и если листочек поменьше естественно берем фаршу меньше я взяла примерно от грамм 30 формируем котлетку плоткенькую выкладываем на край и заворачиваем тут подбиваем края чтобы вам было понятненько этого необязательно делать то так вам будет легче и теперь сворачиваем вот так ну а краю это осталось только нам завернуть вовнутрь или как вам удобно можно завернуть вовнутрь вот так вот вот и все и укладываем кастрюльку также швом вниз чтобы было надежно если вот так вот вам кажется что это фарш уже выпадет нет ничего отсюда не вылезет вот так вот это нормально все будет на месте не переживайте ну и готовим все наш также голубцы укладываем и укладываем до последнего пока мы не соберем все наши голубцы я все голубцы завернула то есть долну новогоднюю вот так вот и маленькие получились и большие в общем замотали всю капусточку чтобы ничего не осталось так все уложили все выкладываем оставшиеся лечу сверху укрываем воды я взяла пол литра разведу водичку чайную ложечку соли разводим если вы еще воды добавляете нас еще соль добавляйте на пол литра добавляю чайную ложечку соли если нет лечу добавляйте сюда же две столовые ложки томатной пасты и вливаете все вот так достаточно надо чтобы совсем они плавали от чтобы утонули накрываем сверху тарелочкой чтобы ничего не поднималась мы прикрываем тарелкой и естественно крышкой закипит как закипит она крышечку приоткроем отправляем на плиту как закипит 1 крышку чуть-чуть вот так приоткроем и будем тушить варить около часа если у вас куриный фар что вам достаточно и полчаса я же все-таки буду томить на медленном огонечке примерно час ждем так у нас закипела вот так вот медленно тушится я прикрутила вы конфорка вы все успокоилась все прикрываем не полотненько тушим около часа ну а наши голубцы готовы мы отключили конфорку дали минут пять отдохнуть постоять но и осталось подать на стол рецепт найдете под видео в описании также под видео есть ссылочка на наш семейный канал на инстаграм на яндекс дзен заходите и подписывайтесь всем спасибо за комментарии за лайки за ваши добрые пожелания посыпаем замороженой зеленью и подаем на стол ой ромалы ой шамалы самаркапы ой льго и шероса тачки рыкапы ай красиёк саро да и и Субтитры создавал DimaTorzok Ну а кому понравилось, ставим лайк и подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!